коллеги доброе утро еще раз всем на часах 11 это значит что наш вебинар начинается мы сегодня вам расскажем про новинки в линейке оборудования иолинк лкс про интеграционный терминал иолинк м500 010 и про usb видеобар smart vision 40 для вас будет сегодня рассказывать юрий и кушин при сейл инженер компании пиматика и кирилл глубоков так уж сложилось то что тоже при сейл инженеры компания пиматика начнет сегодня выступление кирилл расскажет вам именно про интеграционный кодек для средних больших переговорных комнат расскажет для чего он что можно будет с ним использовать из актуальных аксессуаров иолинк или там сторонних устройств сфер его применения вот а также нам сегодня будет помогать в плане выступления рассказа диски же на 24 сейчас мы рассказываем изображение идет с него также его микрофона используется так что было бы здорово получить уже наверно там в конце может быть или сейчас как бы комментарии по качеству звука насколько может быть по сравнению с нашим предыдущим выступлением там лучше уже или нам стоит что-то подобрать другое вот а я предлагаю начинать наверное еще пару напусочных слов собственно если у вас появятся какие то вопросы пишите их сразу в чате мы будем останавливаться и соответственно на эти вопросы отвечать да давайте не будем затягивать тогда наше вступление сразу перейдем к теме еще раз да начнем с интеграционного терминала m500 и первое что тут надо знать понимать то что он приходит на замену старому интеграционному терминалу m800 012 и тут надо обратить внимание на название у нас раньше м800 и поставлялся в комплектации 012 то есть это означало то что там в комплекте идет переходник висяр 51 сейчас мы будем поставлять м500 и 0010 это голый терминал без каких-либо аксессуаров на самом деле это достаточно логично на мой взгляд потому что висяр 51 не является теперь обязательным аксессуаром но про это мы поговорим чуть чуть попозже да вот собственно вы на слайде можете увидеть как выглядит терминалом 500 и на самом деле кто работал уже с предыдущей моделью с м800 он никаких отличий не заметят все интерфейсы те же на тех же местах стоят и тут все тоже самое но есть другие отличия например у нас теперь он 500 и может работать помимо протоколов сипы ht2.3 бива иди и сервер ялинг как облачный так и локальный теперь он может работать с зумрумс вы можете в интерфейсе прямо переключаться и терминал будет автоматически переходить на зум также поддерживаются китайские новые платформы это джиншан и тенцент ну наверное в нашем регионе это не очень популярно будет но вдруг у вас будут такие проекты и держите это в голове по характеристикам в принципе очень похож 500 и на 800 и также он поддерживает видео до 4к 30 fps максимальное количество fps кадров в секунду это 60 также у него есть три аждимая выхода то есть вы можете подключить три телевизора и вот тут начинаются уже отличие в принципе у 500 как у 800 есть один hdmi вход но раньше вы могли в этот hdmi вход подключать только камер теперь ялинг сделали добавили новую функцию вы можете сами выбирать этот вход будет использоваться либо для камер либо для контента то есть вы принципе можете теперь приносить свой ноутбук и hdmi напрямую его подключать в терминал еще из очень интересных новинок у нас теперь наконец-то поддерживается WPP30 и режим BYOD да то есть раньше мы могли BYOD использовать только через проводной передатчик VCH51 теперь поддерживается беспроводной WPP30 ну этот терминал можно установить в стандартную 19-дюймовую стойку в комплектации идет пара ушей для установки также там идет кронштейн с помощью которого вы можете его установить терминал можете установить на любую лунной поверхности там скажем на стену за телевизором либо например под столом в переговорной комнате сейчас к вопросам перейдем хотел бы завершение то есть сейчас VCH51 во-первых для чего ну если сейчас терминал умеет и без VCH51 использовать свой hdmi вход для подачи проводного контента то зачем тогда нужен собственно VCH51 или каких случаев ну я про это немножко хотел позже рассказать но тут есть несколько нюансов во-первых наверное если у вас где-то установлен N500 и скажем в серверной стойке конференция проходит помещение то тянуть hdmi очень неудобно да длинное hdmi придется использовать какие-то увенители вот это первый момент да вы можете транслировать контент напрямую но вы не получите BVD режима поэтому если вы BVD не пользуетесь и терминал стоит у вас где-то рядом в переговорке то да он в принципе VCH51 вообще не нужен теперь давай тогда к вопросам здесь есть вопрос про многоточку и так сказать ялинг BVD спрашивает многоточка доступна на N500 если давать на сколько участников тут никаких изменений нету то есть как на пятисотом как и на восьмисотом многоточки нету и вам нужен какой-то свой mcu сторонний ну не сторонний а дополнительный сейчас актуальных моделей терминалов ялинг которые скажем так не сняты с производства нет устроенные многоточки то есть эти терминалы это только участники конференции Вячеслав Волков спрашивает где переключение использования hdmi в меню ну это веб-интерфейсе я честно не помню можно ли это менять в настройках с интерфейса самого терминала но веб-интерфейсе можно поменять также Вячеслав спрашивает можно ли использовать hdmi и VCH51 совместно да у меня тут еще подготовлена схемка по подключению она будет чуть дальше в принципе возможность такая есть никаких проблем да ну стоит учитывать что все равно соответственно будет передаваться только одновременно один какой-то источник то есть картинка ну как бы раздваиваться собираться комбинироваться никак не будет равно будет работать что-то одно из этого терминал может работать одновременно с СИП и ЗУМ или же это отдельные профили работы Андрей да это отдельные профили работы вы с пульта или с панели управления сможете их переключать и терминал будет ну там пару скажем 10 секунд думать и переключать эти платформы то есть и то и то сразу одновременно использовать нельзя по поводу зума также хотел добавить опять же что для работы терминала требуется именно зумрумс то есть не бесплатные зум учетные записи а именно зумрумс это специальные учетки для переговорных комнат от компании зум и на их сайте это все приобретается и спрашивает будет ли поддерживаться через WPP 30 объем режим да теперь у нас WPP 30 данный режим поддерживает и вы можете подключать всю периферию переговорной комнаты к вашему ноутбуку без проводов через Wi-Fi через WPP 30 еще тут есть небольшое отличие на самом деле вы могли уже заметить наверное на слайде также присутствует три висяж порта для подключения периферии но они теперь немного по-другому называются теперь два порта называется аудио и третий порт называется висяж план ну я линк рекомендует в аудио порты подключать всю звуковую периферию до микрофоны громкоговорителя но на самом деле это не так важно мы потому что у себя тестировали туда можно подключать и камеры и панели управления и всю другую периферию тут как бы ограничений никаких нету и что более интересно на мой взгляд третий порт теперь называется висяж план вы его можете также в интерфейсе настраивать и выбирать у него два режима работы первый режим работы это просто как висяж порт для подключения периферии а линк а второй режим работы это резервирование интернета то есть вы можете туда подключить локальную сеть и в случае если основной порт интернета отвалится то у вас будет резервирование и тем самым вы повысите работоспособность вашей системы знаешь мне буквально сегодня утром звонил партнер с вопросом о том что у него был сценарий когда у заказчика компании есть закрытая сетка без доступа в интернет и без доступа в локальную сеть где живет система управления то есть и на предыдущий момент то есть получается что не получится этот сценарий использовать например всем же самым 800 потому что у него всего она сетевая карточка физическая это его либо должен обязанного в эту закрытую сетку подключить и от неё из неё ты уже не сможет никуда позвонить в этом сценарии как раз и получается в теории можно использовать м500 и потому что он его можно в одну одним интерфейсом подключить вот эту закрытую где живет система управления а второй интерфейс обычный интернет это там где ты будешь соответственно звонить и совершать звонки но тут скажем честно наверное что мы непосредственно этот функционал не тестировали и этот резервирование наверное пока не сможем точно сказать наверное советуем данный комплект получить на тест и уже там ваших сценариях если это есть реально такие потребности то уже протестировать как раз сергей спрашивать этот вопрос как сказал юрий мы конкретно этот режим не тестировали мне лично кажется то что вторая сеть там скорее всего работать не будет но это надо проверять и смотреть сейчас к сожалению сказать не можем но раз уж мы заговорили про висяж порты давайте вспомним какие у нас аксессуары можно выйти порты подключать здесь тоже есть изменения ну по камерам в принципе 8 4 8 6 работают тут никаких изменений нету напомню то что 8 6 отличается от 84 только тем то что тут есть дополнительные интеллектуальные функции такие как наведение наговорящего слежения за электром или автокадрирование да эти камеры ptz камеры и имеют 12-кратный оптический звон и вот тут появляется новинка теперь к 500 можно подключать и виси 30 и подключаться он будет не через витую пару а по юсб обычному кабелю возможно у вас может возникнуть вопрос а зачем для интеграционного кодека который будет стоять скорее всего в какой-то большой переговорной нужно такая камера которая позиционируется как либо персональная либо для совсем небольших он ну два варианта может быть на первое это снимать общий план например да у вас стоит 1 8 4 камера снимает там конкретно какую-то зону а вторая камера используется юси 30 она снимает общий план это первый вариант второй вариант использовать юси 30 как контент камеру то есть наводиться там либо на доску и смотреть что преподаватель или выступающий на этой доске пишет далее у нас микрофоны здесь тоже есть изменения можно к 500 подключать самый классический вариант проводной микрофонный массив на весе м35 напомню то что у него встроенный кабель 5 метров но в комплекте идет переходник и с помощью этого переходника вы в принципе можете удлинить кабель до 40 метров сам микрофон захватывает голос расстояние 6 метров теперь наконец-то у нас поддерживаются беспроводные микрофонные массивы и 736w по характеристикам точно такие же как и беспроводные тут есть небольшой нюанс то что до сих пор на сайте я линк данные микрофоны отмечены как не поддерживаемые m500 но мы у себя тестировали все работает и мы сейчас работаем над тем чтобы я линк эту информацию у себя на сайте поправить в тех случаях когда у вас нету возможности установить микрофоны на стол например это учебные помещения можно использовать потолочные массивы микрофоны можно подключать весе м38 но он уже снят с производства и ему на замену должен прийти потолочный микрофонный массив 720 но сейчас по нему к сожалению информации не так много я думаю как только мы эту информацию получим мы ей с вами также поделимся ну и наконец тут уже не то что как микрофон можно это устройство использовать а как спикерфон плюс панель управления это конференц-телефон cp965 если его встроенных микрофонов по каким-то причинам будет не хватать да у вас очень большой стол например то дополнительно к нему можно подключить еще проводные микрофоны cpi95 это проводные микрофоны у них помогут если на память изменяет расстояние кабеля примерно 3 метра куда там конечно небольшой то есть и какой прямоугольный вытянутый стол можно обеспечить вот тут есть вопросы спрашивает видеобар я так понимаю имеется ввиду и виси 40 и smart vision 40 можно подключать как и виси 30 нет вся периферия link из камеры у нас показано на слайде только эти три камеры можно подключить 500 какое количество вячеслав спрашивает весен 35 можно подсоединить про это чуть-чуть попозже у нас есть табличка как раз таки с количеством давайте попозже максим сиротин спрашивали каких сценариев нужен cp965 ну смотрите тут как бы саре какой у вас 965 он и как устройство воду то есть микрофон он и как устройство вывода и он еще как панель управления то есть три в одном да вместо того чтобы покупать например 35 микрофон спикер м спикер 2 и ctp18 вы можете приобрести конференции телефон и одним устройством покрытием практически все тут единственное ограничение как бы 965 он заключается в том то что если у вас действительно там какой-то огромный стол то скорее всего его микрофонов не хватит да то есть у него есть встроенные микрофоны которые захватывают 6 метров к нему можно подключить еще два проводных которые тоже там захватывают 6 метров но на этом как бы заканчивается возможность если нужно больше микрофонов тут уже ничего с этим не сделано ну да то есть он подходит для таких как раз для средних переговорных комнат и благодаря тому что он в себе заключает сразу три устройства ну банально просто экономия как в средствах так и в кабелях подключение сильно проще нежели три отдельных железки платят не сергей поздеев спрашивает телефон сип 965 при подключении будет только в режиме микрофона или телефоном тоже остается наверное имеется ввиду что может ли он сам звонить как бы вы можете с него набрать номер и терминал позвонит на какой-то сип юрий но именно как сип телефон он не работает да то есть все таки когда мы подключаем к терминалу фкс во первых это используется на телефоне совершенно другая версия по отличная вот режима когда он является аудиоконференцией телефоном и он управляет именно работы непосредственно терминал у вас там будет доступна кнопка вызов но вы будете звонить с терминалом ничто не мешает тот же самый терминал зарегистрировать на тэске и совершать аудио вызовы через отец по коротким номерам либо спасибо рай как сказал кирилл ну на тэску наверно не очень легче там прокинуть с сервера и уже звонить по поводу вот павел белкин пишет что 6 метров это радиус захвата или диаметр диаметр получается да но сейчас я линк у себя например характеристик как микрофон и делает такую как хитрость небольшую использует то есть они имеют виду радиус но например пишет что идеальный захват звука на расстоянии 3 метров на расстоянии 6 метров они просто гарантируют захват и передачу голоса поэтому ну скажем так можно по-разному можно это как и диаметр и как радиус мы сейчас стараемся все таки использовать там 3 метра скажем так обезопасить себя в плане радиуса дремир шинченко пишет почему только проводные какое-то ограничение вроде есть беспроводные микрофоны cpw65 ну тут есть нюансы вот например у нас старый терминал m800 и он мог работать с 965 но не мог работать с cpw65 то есть действительно такие микрофоны есть но они эту работу не поддерживают вместе с терминалом теперь я линк сделали поддержку дополнительных микрофонов к cp965 но ограничились только проводные почему они не стали добавлять беспроводные ну да действительно вопрос как есть ну опять же мне кажется если у вас достаточно большое помещение удобнее конечно 35 микрофонами потому что вы хотите там один 35 микрофон он покрывает полностью весь конференциал фон 965 а подсоединить их можно до 8 штук и напоминаем чтобы собственно их там подключить подключается они по технологии звезда то есть понадобится просто по и коммутатор ну тут аналогично как у m800 давайте дальше двигаться по спикером немного изменений также поддерживается м спикер 2 напомню то что это громкоговорители и со встроенным динамиком на 10 ватт также m500 и будет поддерживать потолочный спикер cs10 как из в случае с 720 у нас информации к сожалению пока немного и рассказать мы ничего не можем и из дополнительных аксессуаров это висяш 51 используется либо как просто передача проводного контента либо с помощью него вы можете включить биваю дирижер далее идет беспроводной передачи контента WPP 30 также можете либо отправлять контент либо включать биваю дирижер ну и панель управления степи 18 на нее будут высвечиваться все механизмы управления управления камерой добавить кого-то в конференцию позвонить и так далее и так далее тут в принципе изменений немного собственно вот табличка про которую я говорил здесь тоже есть изменения достаточно серьезные ну во первых это будут поддерживаться потолочные микрофонные массивы и потолочные громкоговорители 720 cs10 до 4 штук теперь наконец-то поддерживается v7 36w до 4 штук тут со звездочкой но я думаю я линк поправит свою информацию себя на сайте но не будет никаких изменений в лучшую сторону до достаточно серьезные изменения по поводу камер теперь у нас камеры m800 могут максимально подключаться в количестве трех штук напомню то что 800 можно было подключать до 9 камер но если вы используете больше больше двух камер обязательно требовался авэхаб теперь вы можете спокойно без авэхаба подключать до трех камер мы выделили этот пункт таким оранжевым цветом потому что тут как бы и плюс и минус есть на моей памяти очень мало проекта где использовалось там 5 и более камер но достаточно много проектов где использовалось 3 камера и вот теперь чтобы использовать три камеры вам не нужно вэхаб то есть решение в целом получается дешевле но если заказчик требует там 5 или более камер то на оборудование и линк этого уже организовать не получится придется использовать какие-то сторонние камеры какую-то видео матрицу видео матрицу вы например можете свою подобрать которые там в проекты которые проверены временем например из нашего портфеля мы можем предложить у нас есть айтишные камеры от 12 кратного оптического зума до 30 кратного оптического зума у них уже есть рабочий hdmi можно использовать их и они там поддерживают том числе управление по там разве с 32 но это такие стандартные конференц-камеры по факту для m500 у него и не заявлена поддержка в хаба и для его работы он никак не нужен да то есть у нас теперь его хаб будет использоваться только в юсб решениях к подключению к компьютеру ну теперь когда мы про всех ссоры знаем давайте поговорим немножко про схему включения здесь в принципе никаких изменений нету вы можете заметить то что теперь я линк предлагают проводной контент либо через hdmi как мы рассказывали раньше отправлять либо все также использовать vch 51 в аудио порт 1 они предлагают подключать всю звуковую периферию микрофоны и другоговорителя но в принципе вас ничем не ограничивают подключать сюда и камеру и панель управления и всю другую периферию я ли у них это написано что для лучшего experience аудио лучше конечно в эти порты подключать они там как-то адаптированы под работу с родным аудиоинтерфейсом тут как разки на этом слайде хорошо обсудить вопрос который в чате есть вот тут сергей бак он спрашивает три часа микрофона подключается к камере или к м5 сотому 36 микрофоны будут подключаться к терминалу напрямую а не камере также как и сам бар и также как и проводные микрофоны именно надо все это подсоединять к м5 сотому панель стп 18 работает так же как и на м800 вячеслав да также как на м800 и тут единственное наверное изменение то что сам интерфейс немножко поменялся на 500 и просто немного по-другому теперь это будет выглядеть а так весь функционал остался прежним наверное если кто пользовался митинг бордом 65 то есть я линк сейчас для своих терминалов новых как для десятого так ли а митинга и 500 не стилистически очень похожий на интерфейс митинг борода 65 режим работы hdmi и на терминале меняется да это меняется в интерфейсе вы можете выбирать либо как источник для камеры либо как источник для контента это все меняется вот еще тут выделил несколько изменений ну про контент мы поговорили про безовых а бы три камеры дам поддержка висе 30 до беспроводной бьет да и тут еще есть одно изменение у нас часто в проекты закладывались конференция система с персональными микрофонами на гусиные шеи требовалось наведение камеры на включенный микрофон это раньше все организовывалось когда у вас контроллер конференция системы шел кабель переходник с rs-232 на usb сейчас на данный момент это на 500 организовать нельзя потому что usb у него не воспринимает команды мы уже с киолинком по этому поводу пообщались и они обещают это концу года исправить и все должно будет работать учитывайте что сейчас это не работа сейчас идет речь о протоколах вископилка который как раз используется для управления камерами там пресеты включать камеры двигать вверх-вниз лево право изумировать но тот же самый айпи айпи то есть управление по сети там список команды есть то есть айпи можно спокойно управлять это все работает http нет http нет у них api через tcp но по идее работает но это тоже желательно проверить но скорее всего да должно работать точно api link по tcp работает а вот вископилка по tcp тут вопрос работает ли это или нет по http можно в веб-интерфейсе есть конечно делаю конечно у него есть но мы тут скорее про это больше для этого htps у них нет для api у них tcp у них команды по tcp опять отправляется не через https ну вот тут представлены наборы оборудования до которые мы рекомендуем для различных переговорных комнат например для средних переговорных комнат может подойти там одна камера либо 84 либо 86 если вам нужно там интеллектуальные функции типа наведения автокадрирования то выбираем 8 6 если не нужна то остаемся на 84 в качестве микрофонов можно там использовать либо два v7 35 проводных либо два беспроводных либо два потолочных массива либо мы можем использовать cp-965 и вообще закрывать все да опять же микрофон и динамики управления если мы остаемся на выносных отдельных микрофонов 35 36 то надо подумать над выводом звука для этого мы предлагаем использовать два им спикера вторых для передачи контента либо висят 51 либо w30 если вы будете пользоваться только контентом и вам бива иди не нужен то в принципе вообще эти аксессуары не нужны можно напрямую от ноутбука hdmi протянуть но и управление да это либо 965 либо ставим и 18 либо используем пульт ду что менее удобно чем панель управления но только для больших переговорных можем уже закладывать по 2-3 камеры опять же либо 84 или 86 закладываем просто больше микрофона в зависимости от стола там до а 2 до 4 беспроводных микрофонов звук уже усиливаем на четырех м спикеров вторых контенту все то же самое ну и управление то же самое все таки терминал называется интеграционный и давайте поговорим немножко про интеграцию с терминалом 500 часто у нас проекты заказчики партнеры просят синтегрировать терминал с уже либо существующей какой-то конференцией системы акустической системой там мультикамерной системой либо у них просто задачи которые периферия я линк не сможет выполнить то есть большой стол и каждому человеку нужен персональный микрофон собственно m500 и с этим может легко справиться вот тут на схемке это все объяснено у терминала есть линейные входы выходы 3 5 миллиметров джек и к ним вы можете подключать либо там микшерной пульт либо сейчас наверное даже уже более популярно подключать какую-то аудиоматрицу и дальше разводить звук там уже на конференцией системы микрофона и на акустическую систему усилитель и громкоговорителя тут на правах рекламные скажу просто все оборудование которое вы видите на слайде присутствует в нашем портфеле если у вас такие задачи есть это производители tc если у вас такие задачи есть мы можем комплексное решение вам подготовить и предложить также достаточно часто встречается история когда у заказчика уже либо стоят свои камеры и он хочет с ними использовать терминал либо ему там трех камер не хватает нужно больше камер в этих случаях тоже все решается например мы можем взять сторонней либо камеры itc которые отдают видео по hdmi загнать эти камеры в матричные видео коммутатор на коммутаторе уже сформировать итоговую картинку и отправить на терминал тут единственный нюанс да есть то что у нас терминал в этом случае никак не будет никак не сможет управлять не матрицы не самими камерами поэтому обязательно нужно ставить какую-то систему управления система управления от нее пойдет три линии управления первое на сами камеры травян коммутатор и третье опять же чтобы управлять терминалом по чп и пиле и раздуйте ситуации 2 долгая остановиться тут есть вопросы числа по работу lan интерфейса второму мы уже отвечали что к сожалению пока точно не сможем дать ответ как точно будет он возможно он просто будет работать в случае если первый интерфейс пропал максим все раз пишет для каких сценариев может потребоваться удлинять до 40 метров и 735 ну например зал сложной формы ну или у вас до 500 далеко находится до серверная там в одном помещении стоит зал конференцию в другом помещении между ними там 30 метров вот вам пожалуйста даже у нас например вот он же сам демонстрационном зале в москве у нас все это находится в рамках одного помещения но у нас стол и стойка где находится м 500 и нет прямого соединения и нам приходится например сначала линию эзернет пускать на стену по стене в потолок потолку тянуть до зоны стола где находится и в итоге так-то по прямому это метров три на 1 максимум да там и стройного кабеля хватит но из-за того что линия такой вот сложный путь приходится делать она там больше практически 15 метров в итоге занимает этом все от размеров и типов переговорной комнаты зависит андрей спрашивает камеры можно микшировать например пару 84 1 8 6 микрофоны только один тип поддерживается или можно тоже микшировать ну камеры вы можете микшировать как угодно то есть вы можете например поставить 2 8 6 они там будут наводиться на людей а и си 30 использовать просто как камеру для общего плана тут никаких проблем нету а вот с микрофонами есть такой нюанс действительно то что будет работать только какой-то один тип микрофонов либо беспроводные либо проводные либо потолоченное либо вообще внешней системы какие-то микрофон да ну аналогично с акустикой тоже акустика тоже либо потолочная либо настенная либо осторожными мишировать тоже не нельзя бордом степи 18 это просто управлял к не работает совместная работа но имеется ввиду наверное то что там можно рисовать да когда кто то контент отправляет наверное имеется ввиду что на СПИ-18 контент не выводится. Но с митингбардом да, потому что у митингбарда предполагается, что вы будете непосредственно на митингбарде это делать, но на М500 мы это дополнительно проверим, чтобы в следующий раз уже гарантированно ответить более точно, уверенным быть в этом вопросе. Давай дальше. Тут подходим мы уже к концу. Просто схемка общая такого комплекса снова интеграционного проекта, где у нас в центре, собственно, лежит М500, и к нему уже всё подключается. То есть мы можем подключить как периферию Ялинк, через ПОИ-коммутатор, да, подключить там камеры, микрофоны, панель управления, либо уже можем подключать всестороннее оборудование через микшер. К этому микшеру дальше будет подключаться какая-то конференц-система. Ну, здесь у нас на слайде это оборудование ITC, контроллер TS-0300M. К этому контроллеру мы можем предложить абсолютно разные микрофоны, как на гусиной шее, так типа пушка, так и массивы, проводные, беспроводные, с экраном для голосования, там, с разъёмами для синхоперевода. В общем, очень много разных вариантов. Если интересно, на сайте вся информация есть. Ну, также хотел бы отметить, что в отличие от Ялинка, уже контроль конференц-системы ITC умеет работать как с проводными, так и с беспроводными одновременно. Там в этом плане ограничений нет. Так, в принципе, да, всё, что здесь представлено, кроме компьютера и телевизора, мы всё можем предоставить. Ну, причём мы, телевизор, мы тоже теперь можем предоставить. Ну, даже видео. Светодиодную панель имеешь в виду? Ну, светодиодную панель, да, у нас появилась. У нас есть и интерактивные панели ITC, там, да, 90-х, по-моему, 90-х. То есть телевизор мы теперь тоже можем предложить. Ну, в принципе, на этом по M500, наверное, всё. Если вопросов нет, я тогда, Юр, тебе даю слово основное. Ну, да, сейчас посмотрим, если есть вопросы. Можно ли настроить, что выводить на выход HDMI? Можно давать активную камеру. Фактически ты можешь просто выбрать, у тебя на какой из HDMI пойдёт локальное видео, там, может быть, уже как раз в отделе настраивать одна камера, либо все камеры, либо это будет удалённый контент, либо это удалённые участники. Собственно, вот вы можете три разных источника видео выбирать, на каком HDMI-выходе это будет. Или я поделюсь, пожалуйста, расскажите про M500 Pro. Про M500 Pro, к сожалению, пока нам нечего рассказывать. Ждём, так скажем, точных информаций от Ялинка. Собственно, и когда мы его получим в том числе, оттестируем, сможем про него рассказать. Пока, к сожалению, не хочется рассказывать непроверенную или неподтверждённую информацию о нём. В принципе, есть даже на сайте Ялинк, можете там посмотреть. Но опять же, мы будем о нём рассказывать, когда его получим. Может, отдельно проведём вебинар, когда получим потолоченные микрофоны и динамики новые, и уже про всё сразу расскажем. Так, ну, больше вопросов нету. Тогда давайте перейдём ко второй теме, а именно о USB-шном видеобаре новом, SmartVision 40. Дальше, я думаю, для простоты будем просто говорить SV40, потому что SmartVision 40 достаточно длинное название получается. Он у нас, собственно, здесь представлен. Сейчас Кирилл его вам покажет. Это вот такое вот устройство, тоже в виде прямоугольника сделано. На обратной стороне у неё интерфейсы, и, забегая вперёд, наверное, скажу, что у него, в отличие от его предыдущего аналога, UVC-40, у него сзади уже есть даже сразу фиксатор кабеля. То есть можно зажать кабель и не переживать на том, чтобы его выдернут. И сразу, что бросается в глаза, он стал шире. И второй момент, который тоже сразу же бросается в глаза. К сожалению, здесь у нас шторка закрыта, его не видно. Но вы можете посмотреть на слайд и увидеть, что у него уже объектив из двух камер. В отличие от UVC-40, где всего был один объектив. Эти два объектива формируют угол обзора в 120 градусов. У UVC-40 это было в 133 градуса. Ну, про конкретные характеристики камеры чуть-чуть попозже расскажу. Это USB-видеобар. То есть для его работы потребуется наличие персонального компьютера. То есть его нужно к ноутбуку, кнотопу подсоединить. У него передача до 4К. Но, опять же, в основном зависит от того, какое разрешение он будет выдавать, от того же самого программного клиента, от мощности компьютера. Ну, там 4К у него есть. Скажу от себя, что мне качество картинки даже больше нравится, чем у UVC-40. Даже при приближении, при зуммировании нет таких больших. То есть мне картинка понравилась больше, чем от UVC-40. И мне кажется, что качество также стало лучше. У него всё так же осталась автоматическая приватная шторка, как и у UVC-40 была. Но в отличие от UVC-40, где там как глаз, вот эти веки закрывались, здесь же шторка, как у митинг-борда. Она так вот сбоку выезжает и перекрывает вулок камер. Микрофоны есть, динамики тоже стали мощнее. Они теперь каждый по 10 Вт. Напоминаю, что у UVC-40 был всего один 5-ваттный динамик. И тоже хотим сказать, что мощность динамика не то чтобы впечатляет, но радует. Даже не мощность, я бы сказал, а качество в целом. Звуковое, оно стало намного лучше и звучит даже музыкой очень хорошо. Да, то есть, в принципе, он переговорный. Можно или, например, мы даже у себя в кабинете в OpenSpace использовали его как для прослушивания музыки. К нему можно подключать актуальные проводные микрофоны, но о них чуть попозже поговорим. И есть ряд интересных интеллектуальных функций для работы камеры. На этом слайде вы можете увидеть крупным планом про его элементную базу. Динамики, они большие. И здесь вы можете увидеть, что они слева-справа находятся от блока камер. И даже, не повысив слово, можно стереоэффект получать. И микрофоны, в качестве 8 штук, равномерно распределены по самому корпусу. То есть слева-справа также от блока камер. Хотел бы обратить внимание на угол обзора каждой из двух камер. У камер есть небольшое косоглазие, скажем так. Они смотрят немножко друг в друга. У каждого из объектива угол обзора 78 градусов. Но они так расположены, что в сумме вот это перекрытие обеспечивает угол общий 120 градусов. Забегая вперёд, скажу, что нельзя, например, включить только один объектив или второй. То есть они всегда работают вместе. И Smart Vision 40 сшивает изображение из этих двух камер. Например, если очень близко на расстоянии полотную практически преподнести к руку камеры, то можно заметить этот шов. Но он буквально пропадает на дистанции от 20-30 сантиметров. И дальше уже не заметен. Поэтому за это не стоит переживать. Никто не будет сидеть на расстоянии 20 сантиметров в переговорной комнате. Вы можете попробовать. Или напишите. Есть у нас в разделе файлы демонстрация самих этих камер. Там красиво они разбираются. Ну, я думаю, или если у вас не получается, мы потом отдельно покажем это после уже презентации. Там красивые ролики есть подготовленные. Благодаря тому, что, опять же, мне кажется, 120 градусов лучше, чем раньше было у EWC 40-133 градусов, потому что на 133 градусах замечался эффект фишая, когда вот эти границы справа и слева изображение искажало. Здесь же этого искажения нет, потому что у каждой из камеры по факту 80 градусов. И вот этот эффект радужки, он не заметен. По поводу работы камер. Появились новые технологии по передаче видео, скажем, искусственного интеллекта. Это интеллектуальная фокусировка. Появился также виртуальный фон. Видеоограждение. Ну, мультистрим интеллифрейм. Это работает только с Microsoft Teams. Про него мы рассказать не будем. Наверное, в наших реалиях это неинтересно. Опять же, кроме Microsoft Teams этот режим нигде больше не работал. Поэтому про него мы не будем говорить. Павел, вижу вопрос в чате. Павел спрашивает, в чем лучше две камеры, а не одна широкая, только рыбий глаз. Наверное, да. Но, опять же, это уже по ощущениям, когда по характеристикам это не показать, не рассказать об этом. Но качество видео, по нашему мнению, оно лучше, чем у UVC-40. Но чтобы это увидеть, надо смотреть это вживую. Опять же, мы планируем в конце продемонстрировать работу SV-40 вживую, как эти режимы работают. Ну, наверное, как-то получится это оценить по поводу качества. Но, опять же, надо тогда знать, как работало и UVC-40. Если вдруг есть заказчики, которые, например, еще пользуются Teams, Microsoft Teams, у них есть лицензии на работу с Microsoft Teams Rooms, то у Ялинка есть вот такие комплекты, называется MVC-40. Это комплект, состоящий из компьютера, сенсорной панели и самого Smart Vision 40 для небольших, малых, средних, в том числе, переговорных комнат. В этом режиме можно использовать объем-режим. Фактически, этот объем-режим с WP-30 работает благодаря этой сенсорной панели, которую вы видите здесь вот в правой части на экране. Без этого комплекта, без проводного B-WOD режима, объема не получится достигнуть, потому что вы можете заметить, увидеть, или, может быть, вам заказчик обратится, потому что в ДШТ у Ялинка написано, что там поддержка бьёда с WP-30 на Smart Vision 40. Так вот, на самом деле, Ялинка имеет в виду, что это будет работать в комплекте с MVC-40. Без него это, опять же, работать не будет. Ну, там, старайтесь не попасть в эту ловушку. Давайте поговорим о режиме интеллектуальной фокусировки. Этот новый режим, которого раньше не было, в том числе у ЮСИ-40, он улучшает эффект как бы участия в конференции, а именно, он выделяет четырёх активных участников, то есть последних фактически спикеров, докладчиков, и выделяет их крупным планом. Внизу же, посередине, скажем так, в режиме а-ля картинка в картинке, то есть накладывается режим общего плана. То есть удалённые участники, во-первых, будут всё равно видеть всех и крупным планом конкретных спикеров. Опять же, это работает со всеми программными клиентами. Это не фишка какого-то определённого, ну, то есть это не привязано к какому-то программному клиенту. Видео ограждение, видеофенс. Этот режим, он помогает работе камеры, то есть это не какой-то отдельный режим, это именно настройка для остальных, то есть такая настройка поверх. Обычно это используется там для автокадрирования, либо для того, чтобы другие режимы более чётко наводились на говорящие. Как показано вот на слайде слева, бывают такие ситуации, что, например, может быть стеклянно-переговорная, и в этой стеклянно-переговорной видно, как люди ходят по выхоле, перемещаются, и вот эта настройка позволяет камере настроить область, в которой она будет конкретно работать, чтобы не захватывать и не наводиться на людей, которые будут ходить по помещению либо рядом с помещением. Вот как нам показано на слайде, вот эти люди слева сидящие, по умолчанию бы их тоже захватывало, и камера бы на них наводилась, если они там двигались бы. Или, например, если у нас автокадрирование, просто все людей показывают. Зачем их показывать, если они не являются активными участниками конференции? Поэтому вот появилась такая настройка. Режим «Виртуальный фон». Сейчас в этом режиме камера выводит до шести участников. Меньше настроить нельзя, то есть там сразу по пресету шесть участников. Это люди, которых вы здесь видите на слайде, сидят в одной переговорной комнате и смотрят в камеру SmartVision 40. Камера автоматически выравнивает их по размеру. Понятное дело, люди сидят на разном расстоянии от камеры, но она их выравнивает, чтобы они имели общий. И если они будут смотреть в камеру, то они будут смотреть лицо в лицо удаленным участникам. Если они будут смотреть друг на друга, то будет профиль. Но камера автоматически убирает фон. То есть там можно выбрать сейчас три фона. Светлый, серый и совсем темный. То есть всего доступно три на выбор фона. В будущих прошивках Ялинк обещает добавить функцию возможности собственного какого-то виртуального фона загрузки. Либо своего какого-то цвета, может быть картинки. В общем, ждем. По поводу звука. Тут хотел бы отметить, что Ялинк поработали над качеством звука и его встроенные микрофоны опять же по нашим ощущениям, по нашим наблюдениям стали работать лучше, чем у того же UVC-40. У Ялинк на митингбарде было уже заметно улучшение в лучшую сторону именно качества захвата встроенных микрофонов. Там используется специально акустическое полотно, такая поверхность, которая глушит вот эти вот высокие громкие сигналы, не дают перегрузу ходить. Также Ялинк использует встроенные алгоритмы по подавлению как эхо, так и шумовое подавление. Вы можете настраивать там, если у вас сильно зашумлено помещение, например, кондиционер, вытяжка громко работает, то опять же можно поиграться, включать более мощные системы подавления шумов. Но опять же включение всех своих институальных режимов может привести к небольшому ухудшению, потому что частоты отрезаются и звук может немного искажаться. Родные микрофоны работают на дистанции до 6 метров. По поводу подключения выносных микрофонов Ялинк дополнительно поговорим чуть. Ну, на следующем слайде у меня это показано. У SmartVision 40 есть еще также Line-in и Line-out, но работают они хитро. Например, использовать разъем Line-in можно для подключения, например, вашего смартфона либо компьютера, то есть с целью использования его в качестве колонок. Я использовал со своим смартфоном, подсоединялся обычным джеком 3,5 мм, и у меня сразу телефон это видел как наушники и начинал выводить музыку. Мы могли слушать, используя систему громкой связи SmartVision 40. А Line-out, если, например, вы туда подключите наушники, то вы сразу же начнете без каких-либо манипуляций со SmartVision 40 вы сразу начнете слышать голос свой собственных встроенных микрофонов или выносных микрофонов. То есть, например, использовать это как систему для подключения какой-то акустики. По факту, опять же, мне кажется, это не вариант того, что если вы будете использовать его в рамках VKS, вы будете слышать сразу голос и свой собственный, и удаленных участников. Ну, будет банально вакханалия. Поэтому этот интерфейс можно использовать в качестве, наверное, какой-то проверки. Что вообще происходит, качество голоса оценить, если какие-то проблемы? Я хотел тут немножко добавить по поводу звука в целом. Есть такое ощущение, что EOLINK начали звуком заниматься намного более серьезно. У меня даже на сайте появился специальный раздел AV-оборудования. Ну, и мы уже видим первые изменения, и звук действительно стал намного-намного качественнее. У нас тут еще вопрос есть по поводу а если меньше или больше 6 человек будет в переговорной комнате, это имеется в виду, наверное, когда режим Intel Frame используется, что в этом случае будет у нас? Ну, если мы возвращаемся к Intel Frame, это чисто микрософтская тема, у нас самая интеллектуальная фокусировка в режиме есть. Там можно ее выбрать от двух до четырех человек, но тут скорее именно у меня все-таки кажется про звук. Ну, если меньше, то проблем нету, самым встроенные микрофоны SmartVision 40-го хватит, а если, например, больше, то предлагается доснастить SmartVision 40 уносными микрофонами родными, либо двумя VCM-35 проводными, либо двумя беспроводными VCM-36. Причем, в отличие от EVC-40, где при подключении выносного микрофона весь звук переходил на этот выносной микрофон, SmartVision 40 в этом случае как с проводными, так и с беспроводными микрофонами работает с ними одновременно. То есть, если человек будет сидеть ближе к SmartVision 40 и говорить в его сторону, то его звук в конференцию будет уходить именно с встроенных микрофонов в SmartVision 40. Если человек находится там в дальнем конце стола и перед ним лежит, например, VCM-36W беспроводной микрофон, то звук в конференцию пойдет с него. Либо, например, если человек будет перемещаться по залу, опять же, все микрофоны будут работать, наверное, в синхронном режиме, чего не было у VC-40. Это тоже преимущество, которое улучшит жизнь нам с вами и нашим заказчикам. Мы это проверяли, это работает как с 35 микрофонами, так и с 36 микрофонами. Важный момент, опять же, что нельзя использовать одновременно как проводной, так и беспроводной. Вам надо определиться либо проводной, либо беспроводной. Какие интерфейсы доступны? Я, наверное, расскажу про такие только важные моменты. Это HDMI-OUT. На USB-камере действительно есть HDMI-OUT, HDMI-выходной интерфейс, но он не работает. У E-Link написано, что он будет доступен в следующих версиях ПО и какую именно функциональную нагрузку он будет иметь. Пока я не могу вам сказать, этой информации нету, поэтому на него не рассчитывайте. И туда просто выводится черный экран, даже я пробовал к USB-фишену подключать, он его не видит, что там никакой информации не выводится. И есть USB-AC интерфейс сбоку, расположенный в левой, да, по-моему, в левой части. Да, в левой части. Это используется только для синхронизации и для привязки WPP-30 к комплекту MVC-S40. Ну, собственно, больше с ним ничего не сделать. Но если мы немножко фантазируем всё-таки, для чего может быть HDMI-выходной? Неужели E-Link предполагает, что это может быть терминалом в будущем? В будущем, безусловно, E-Link выпустит терминал в точно таком же корпусе, но, насколько мне известно, там будет два HDMI-выхода, по-моему, если я не ошибаюсь. Но, опять же, мы про него отдельно расскажем. Здесь же, видимо, у них была какая-то идея с BWD-режимом, но, опять же, когда они его реализуют, пока неизвестно. К сожалению, какого-то родмэпа от E-Link у нас нет. Пятый, вот под номером 5, это USB-A интерфейс. Он используется для привязки беспроводных микрофонов 736 к SmartVision 40. Вижу вопрос. Кнопка Mute отключает микрофон на сонбаре. Если мы используем только SmartVision 40, в комплекте у него пульт DW есть, то он выключит его встроенные микрофоны. Даже банально других нет. Если к SmartVision 40 у нас подключены и дополнительные микрофоны, там 35 или 36, например, то выключаются сразу все микрофоны. В отдельности они никак не управляются. Работают только в синхронном режиме. Наверное, мы еще такой момент не обсудили. Это тоже, как же все-таки и где располагается. Кто пользовался SmartVision 40, знает, что у него в комплекте было только крепление настенное и отдельно продавалось крепление веса к телевизору, то сейчас сразу в коробке доступно крепление как на телевизор, так и настенное крепление. То есть вы сразу можете для обоих этих сценариев. Либо, как и всегда, его можно на ровную поверхность просто положить, и он там будет замечательно, никуда не денется он с этой ровной поверхности. Андрей Мешнитенко спрашивает, связки с RoomCast можно ли использовать с SV40 не проверяли. Андрей, к сожалению, не проверяли, но причин не работы должно работать. Но, к сожалению, не проверяли сами. Этот слайд вы можете использовать для сравнения как раз к старой модели EVC40 и SmartVision 40. Из-за того, что к SmartVision 40 можно подключать дополнительные микрофоны и его встроенные колонки стали мощнее, чем у EVC40, вы можете его использовать как для малых переговорных комнат, так и в том числе для средних переговорных комнат. Так же, как преимущество, это то, что SmartVision 40 работает с актуальными моделями микрофонами, как проводными, так и беспроводными. Акустика и микрофоны, и динамики стали мощнее и используются более новые функции работы с аудио, такие как технологии подавления шумов. Появились, безусловно, новые интервьюктуальные возможности камер, которые не просто для галочки, а ими реально можно пользоваться, они реально полезны. Ну и по цене хотел сказать, что да, SmartVision 40 это розничная цена, да, она стала чуть дороже, но я думаю, что 100 долларов это не такая критичная цена, как, например, цены других конкурентов, про которые мы сейчас будем говорить. Там вопрос есть, зачем мне необходимо два Wi-Fi чипа? Наверное, этот вопрос пока не сможем ответить. Скорее всего, связано с каким-то BWD режимом, может быть, на будущее, чтобы работали как дополнительные 36 микрофоны, то есть они будут по одному чипу работать, а, например, BWD режим по второму чипу. Но, опять же, пока это не работает, фактически это просто как фичер. Чтобы в проекты закладывать? Да, можно в проекты закладывать. По поводу аксессуаров, не то, чтобы их было очень много, но, опять же, чтобы осталось это в памяти, максимальное количество 35-36 микрофонов к Smart Vision 40 можно подключить до двух штук. Никаких других колонов, потолочных микрофонов или старых, например, микрофонов их подсоединить нельзя. То есть, например, если вам напишут запрос от заказчика, что у меня есть, например, там осталось CPW90, который он использовал с UVC40, ну, например, UVC40 сломался, остались микрофоны, но, к сожалению, Smart Vision 40 с ними работать не будет. Поэтому либо эти микрофоны какой-то другой, например, в 84-й камере их можно будет подсоединить, а уже к Smart Vision 40 придется, например, новый купить микрофон. Ну, как бы пульт VCR20, он в комплекте, с ним можно пользоваться. Про конкурентов, наверное, прям так постарались найти таких основных конкурентов. Конечно, в основном, наверное, своим главным конкурентом, мы, по нашему мнению, это Logitech Rally Bar Mini, но, например, он может работать без ПК, например, с такими платформами, как Microsoft Teams и Doom Rooms, но из-за этого, из-за того, что у него по факту есть встроенный кодек, он там в разы дороже, чем Smart Vision 40. Такая же фишка у Nearity, а вот с Polycom Studio, Jabra Panacast, и вот Clevercam, например, подобрали в качестве аналога. Наверное, что можно отметить? Самая мощная акустика у нас, одно из самых наиболее большое количество встроенных микрофонов, шторка автоматическая есть безусловно, что удобно. Вышли из конференции, камера автоматически закрылась, выключили в программном клиенте камеру, она и физически закрылась, ну и не надо вставать, каждый раз к ней подходить. Вроде такая мелочь, а на самом деле очень немаловажная. И есть богатые, наверное, даже у конкурентов этого нету. Опять же, нам тяжело судить по причине того, что мы не можем наших конкурентов протестировать, у нас в руках не было, но вот, например, такие, как интегральная фокусировка, виртуальный фон. Скорее всего, не у всех конкурентов это есть, и безусловно, как главное преимущество. И можем подключать дополнительные микрофоны, богатый выбор, там как минимум проводные либо беспроводные, да, можно использовать. Хотел бы еще немножко рассказать про сценарий применения. Здесь представлены все USB-шные решения от компании Yaring. Это начиная от USB-20 и заканчивая ВХабом. Здесь вы можете посмотреть, для каких переговорных комнат, для каких размеров переговорных комнат, та или иная камера подходит. Мы так и говорили про SV-40, то он подходит от компактных до средних переговорных комнат. Поэтому самый массовый ожидаем сегмент переговорных комнат, а самое большое количество таких переговорных комнат. Поэтому можете смело их закладывать, не прогадайте. Вживую посмотреть на терминал, на данную камеру и на терминал, пока терминала нет, но в будущем тоже можно будет на него посмотреть про митинга и 500-ый. Вы можете, записавшись на демонстрационный зал компании «Эпиматика». Сейчас демонстрационных залов четыре. Это Москва, Питер, Екатеринбург и Новосибирск. В Москве уже 100% эта камера стоит. Можно прийти посмотреть как самим, так и с заказчиком. Записаться можно по ссылке слева, которую вы и представлены. Посещение бесплатное. Вячеслав, вижу, спрашиваете, есть ли инструкция по настройке М500-ого? Да, есть. Алексей как раз и пишет, что и в Питере тоже уже на камеру в том числе можно посмотреть. Я немножко добавлю про московский демозал. Мы в нашем зале сделали ремонт не так давно. У нас там много чего поменялось. Переехали различные зоны на новые места, добавлено новое оборудование. Поэтому, кто давно не был, приходите, приводите заказчиков, мы все покажем, расскажем. Старались как раз-таки для вас. Собственно, спасибо вам за внимание, но мы еще не прощаемся. У нас есть немножко время. Я думаю, мы хотели бы показать вживую собственно изображение Smart Vision 40, как он может работать. Я сейчас включу демонстрацию экрана, наверное, своего. Смотрите, как и с любой другой USB периферии E-Link, а именно там относится это к камерам 8.4, 8.6, когда вы используете их в качестве USB камеры, работаете с компьютером, для ее настройки управления вы используете приложение RUN Connect от компании E-Link, оно бесплатное, и где, собственно, вы можете делать настройки. Ну, например, выполнять обновления, выбирать режимы работы камеры. Вот вы можете заметить, она у нас находится здесь сбоку. Вы можете выбрать, будет искусственный интеллект работать, либо ручное управление камерой. Да, здесь все-таки есть электроны, ПТЗ пресеты можно сделать. Но самое интересное как раз работа в плане искусственного интеллекта, давайте его включим. Есть режим автокадрирования, но это достаточно простой функционал, такой базовый, достаточно посредственный. Отслеживание говорящего с возможностью настроить, насколько это быстро будет происходить, медленно, быстро, ну, чтобы, например, людей не укачивать. Вот если я сейчас поговорю, я не знаю, камера меня захватывает, я очень близко просто к ней сижу, просто, нет, наверное, она тебя не видит, твоего лица, это надо нам немножко сместиться. Так, а вот так вот, я сейчас поговорю, камера должна уже, наверное, у меня наводиться. Ну, вот она пытается, она не может так вверх наводиться. Например, вот режим интеллифок, мы потом сделаем просто на побольшем экране, подминься ко мне, сюда поближе, и сейчас она должна вот нас выровнять, и мы вот внизу общим планом, и на слева, справа видно крупным планом. Здесь также можно настроить, какое максимальное количество участников будет от двух до четырёх. Всё-таки вот вопрос, возвращаясь к моему вопросу, если, например, у нас в переговорке восемь человек, то кто будет выводиться на экран? Только четыре активных именно людей, которые именно говорят. Кто будет молчать, они, скорее всего, в кадр не попадут. Есть мультифокальная, это вот чисто просто у нас двоих без вот этого общего плана. И виртуальный фон. У нас всего здесь двое, поэтому она сразу рассчитана на четырёх человек, и мы как бы сидим, смотрим, получается, как на стене мы находимся. И есть вот возможность выбора из трёх различных цветовых гамм. Помимо того, что ещё есть просто настройка качества, то есть изображение в том плане, что вы можете там баланс левого, насыщенность выбирать. Давайте просто на большем экране покажу, как это выглядит, например, через приложение камеры. А сделай большую картинку, я думаю, так, больше можно будет увидеть. Вроде и так максимально, или это что, имеешь в виду? Ну, а, имеешь в виду поменять режим? Да-да-да. Давайте другой режим поставим. Просто самое обычное. Наведение наговорящего имеешь в виду? Ну, да. Давай вот, например, вот интеллектуальный фокус. Ну, мы на расстоянии где-то здесь, ну, может быть, там, туда-два метра, и мне кажется, что качество картинки прям, ну, срочно. Да, не знаю, как вам передается изображение контента, но сразу просто невооруженным глазом видно то, что качество лучше, чем, например, у той же UFC 40. Можем, например, попробовать заставить, знаете, как сделать максимальный зум на своё лицо сейчас наведу. И сейчас как-то так-так-так-так. А, ну, к сожалению, уехала. Тут ещё хотелось бы сказать вот про, по поводу склейки. Если я, видите, руку сюда поднесу, то видно склеечку такую. Но если вот мы на расстоянии, ну, сантиметров 40 уже, да, ну, это можно прямо показать вот на моих пальцах. Это хорошо видно. Вот. И прямо видно, как мои пальцы срослись вместе. Да, ну, это сантиметров 20, действительно. Да. Я, наверное, сейчас попробую вот так сделать, чтобы у меня получится. Вот. Безусловно, у камеры цифровой зум, и если очень сильно приближать, то будут заметные артефакты. Но, опять же, по нашему мнению, с UFC 40 это было несколько уже все равно. То есть тут блок из двух камер как дает картинку лучше, чем все-таки один суперширик. Давай посмотрим, может быть, есть какие-то, опять же, вопросы. Потому что сейчас мы их не видим. Давай, вернемся. Вот, коллеги, если у вас есть вопросы по UFC 40 или что-то еще показать, давайте мы покажем. Илья спрашивает по поводу, будет ли в будущем поддержка WP30. Пока точно не знаем. У Явинка это написано, как будет выработать в будущем, но когда именно в будущем, то есть насколько это реально будущее, насколько это будущее близко, непонятно. Если возможно, залить свое WKS-приложение в терминал по аналогии с Tencent. Это, скорее всего, про 500 имеется. Такой возможности нет. Пользуемся тем, что Явинг заложил в M500-й терминал. Ну, опять же, качество картинки мы там используем приложение камера, то есть она-то там в максимальном разрешении в том числе выдает изображение. Ну, опять же, мы все понимаем, что если мы используем WKS, то там ограничения в самом программном клиенте, кто-то умеет в 4К работать, кто-то HD только дает, кто-то Full HD. На мощность компьютера это тоже зависит. Кто может какое качество переварить, декодировать, это декодировать. Ну, и сам сервер WKS обычно тоже его несколько занижает качество, потому что его обрабатывает. Но мы даем этим всем, скажем так, средствам наилучшее качество. Опять же, в сравнении с конкурентами вы уже там можете сами тоже оценить. К сожалению, у нас в этом плане ограниченные возможности по тестированию и сравнению с конкурентами. То есть будем рады как раз-таки вашей обратной связи в этом вопросе. Коллеги, тогда, если нет вопросов, тогда, наверное, завершаем. Спасибо, что вы уделили нам время и послушали наш вебинар. Если есть вопросы, вы знаете, куда обратиться к компанию IPMATIC. Ещё раз повторяем, что на оборудование можно посмотреть демонстрационных залов компании IPMATIC, можно запросить оборудование на тестирование. Также, наверное, стоит отметить, что в сентябре у нас будет мероприятие AV Focus, которое вы можете посетить и посмотреть не только на те девайсы, про которые мы сегодня говорили, но и на остальные, то, что есть другие, которые есть в портфеле компании IPMATIC на оборудование ITC, на оборудование E-Link, Meeting Board, что такое Meeting Board, что такое Discvision, через который нам сегодня помогал в работе. Так что приглашаем вас. Тот вопрос появился, где в Питере демозал. Мы рассказывали, у нас есть сайт demo.ipmatic.ru, вы можете туда зайти и выбрать непосредственно демозал в Питере и там будет вся информация. Вы можете с нашего сайта перейти, там из-за раздела партнёров, там прям будет написано, если мышкой наведёте, будет написано демонстрационный зал, ну и вы попадёте вот на эту страницу. Заполняете форму, там процесс подтверждения происходит несколько этапов, вот там вы увидите свободные слоты для бронирования демонстрационного зала. В принципе, там всё достаточно подробно и понятно описано. Да, у нас также в Питере появился новый пресс-инженер Алексей Иванищев, он здесь в чате находится. В принципе, по демозалу можно все вопросы к нему тоже направлять. Ну, там, собственно, и физически будет. Ну, да. Коллеги, тогда спасибо вам, мы тогда завершаем. Наверное, встретимся уже на следующем кабинале, когда будут ещё новинки, мы с вами с радостью с ними поделимся. Да, коллеги, спасибо, всем хорошего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok